Да, конечно, и вопросы ответы создаёте командами, конечно. Скажите пример. Что? Например, по поводу кино. Вы задаёте вопрос к этой команде, да? В каком году Аль Пачино получил Oscar за крёстный отец 2? Вы задаёте, вы задали другой вопрос, да? Конкретно до тысячи долларов, каков был бюджет Титаника? Да, вы отвечаете. Вот. То есть, всё, вот так, Ива Пеникс. Кто угадал, кто угадал, кто не угадал, кто не угадал. Договорились, всё понятно. Ещё вопросы есть. У нас один вопрос. Что? Один вопрос на... Что? Да, команда, которая задаёт вопрос, должна задать ответ обязательно. Что? Это будет 10-15 минут, Макс. У нас 15 минут придёт на игру. Это быстро всё. Что? Что? Не, на разных, конечно. Каждая команда должна нагреться? Каждая? Нет, нет, как бы это безумие. Не обязательно. Какая-то берёт тайну. Что? Кто быстрее? Да, кто быстрее. Нет, не кто быстрее. Не кто быстрее. Кто больше отказал? Цель бюйна, брать 45 шоу. Всё. Я чётко сказал. Понимаете? А кто первый начинает? Попробуй только. Попробуй. Умная убежали в холл. И Саня. Умная убежали в холл. И Саня. Умная убежали в холл. за 7 лет. Я вас поздравляю. Я думаю, что сейчас нужно встать просто-напросто и поблагодарить друг другу, чтобы сработать действительно как одна команда. Спасибо, присаживай. А во всех предыдущих группах команды начинали друг друга мочить. Всегда. Все начинали придумывать вопросы. Вы впервые за всю мою празднику провожу этот тренинг. Вы впервые показали мне класс, причем обе команды. Причем, обратите внимание, практически одновременно, то есть с небольшими нюансами, тут были некоторые ошибки. Вы практически набрали все ошибки, которые можно было только набрать в этой игре. То есть вы почти набрали, а это просто нереально. Вы это сделали как бы, да? Потому что я привык к тому, что сейчас начинает одна команда мочить вопросами другую, другая мстит сразу, начинается возня, начинается война. Вы же поняли. Цель игры мы вспоминаем. Обратите внимание, теперь вопрос. Было ли такое, что вы принимали решения по этой системе? Вы определили, в первую очередь, цель, потом вы начали обсуждать варианты реализации, как ее достигать в коде, потом вы начали прибить к какому-то выбору, и после этого вы начали реализовывать. Такое было у вашей команды? Значит, вы услышали меня. Мне это очень приятно. Мне, кажется, неприятно, что я вас сейчас не могу почморить, не могу слышать ничего. Тупые идиоты, не слушайте, не записывайте, да? Но мы действительно крутые, мне это очень приятно. И через 10 минут перерыва я буду показывать вам способы, как я считаю, маркетинг-планы разных компаний и начнется непосредственно моя тема, которая сегодня была заявлена в программе. Учимся считать. Через 10 минут вы узнаете, как сравнивать маркетинг-планы разных компаний. Мы даже сравним с вами пару часов. Через 10 минут мы с вами узнаем, на самом деле, в чем сила маркетинг-плана СЕИ, почему крупные лидеры выбирают именно этот маркетинг-план и переходят из других компаний. Через 10 минут вы прокачаете свои мышцы, опыты и знаний сетевого маркетинга намного больше. И я вас с этим поздравляю. Через 10 минут мы встречаемся. Ну что еще? Веселимся на мероприятиях. Веселимся, кричим, да? Об одном и том же все время говорим. Что? Все время говорим об одном и том же. Об одном и том же все время хлопаем, да? Почитаем лидеров. По танцуем, да? Мы же там на мероприятиях, там говорим, прославляем Господа нашего. Вот, и так далее. Ну что-то типа того, я понимаю, да? Друзья, я вам скажу вот что. Так говорят дураки. Объясню почему. Давайте я вам обосну. Почему так считают и говорят только дураки? Все очень просто, все очень просто. Бывало ли у вас такое в жизни, что вы чувствовали, что вот у вас очень плохое настроение, а вам нужно идти работать? Конечно. Да. Ужасное настроение, кошки скрипут на душе, хочется плакать, хочется просто на все плюнуть, руки опускаются, по телефону звонить не хочешь, а надо. Бывало такое, что вы сидите дома, расслабленные, такие как бы довольные, работать не хочется, а вы знаете, что нужно ехать в офис. А бывало такое, что вы знаете, что нужно этому человеку звонить и оттягивать за звонок, потому что у вас настроение неправда. Бывало такое? Знаете, о чем это говорит? О том, что состояние влияет на наш бизнес. Правильно? Да. Наше состояние влияет на наш бизнес. Наше настроение влияет на наш бизнес. Наш настой, наши внутренние чувства влияют на наш бизнес. Наши ощущения влияют на наш бизнес, на наши результаты. Согласны со мной? Да. Отлично. А теперь вопрос. А кто вот только то влияет, мы на состояние или она на нас больше стихи? Мы. А вот если в наши люди посмотреть, а мы на нанесе. Потому что, когда у нас нет настроения, мы не работаем. Нет настроения, не делаем звонки. Нет настроения, ничего не делаем. Нет настроения, не выступаем, делаем презентацию. Нет настроения, не едем к клиенту. Нет настроения, не проводим на друг друга. Отменяем его. Правильно? Получается, что состояние влияет на нас. Как вы запомните, состояние влияет на жизнь и бизнес браков. А умные люди влияют сами на свое состояние и настроение. Хотите покажу? Умные люди сами влияют на свое состояние и настроение. Хотите сейчас влиять на него? Хотите на пару ног быть выше, чем вы сейчас? Давайте. Быстро и легко. Сейчас нужно будет врубать музыку. Забудьте, друзья, мы сумасшедшие, но мы не дураки. Вставайте. Да, сейчас мы будем врубать. Чем выше полегните, тем лучше. Чем больше будете орать, тем лучше. Чем сильнее будете трястись теми чреслами своими, тем лучше. Потому что сейчас вам нужно повторять за мной. Сделайте вот так вот. Руки можно мальчиками вот так вот сделать. Сейчас Аня включит нам громкую музыку и вы будете под нее плясать, танцевать, кривляться, делать что-то со своим лицом, орать. И запомните, главный рабочий руководитель. Какой? Рормально? Какой главный рабочий язык? Язы? Язы. Вот и вам нужно будет сейчас тоже поработать. Итак, музыка! Друзья, у кого настрои улучшилось есть... А знаете почему? Потому что вы сумасшедшие? Ну мы не говорим с вами. Иди со своими руками, иди со своими руками, иди со своими руками, когда у вас все равно, у вас руки опустились, ничего не боится, заходите аккуратно в туалет, делайте воду, выходите, доводите шикарную встречу, берете энергию к человеку, заряжайте его, потому что ваш бизнес купит, когда купят вас. Ваш продукт купит, когда купят вас. Вашу идею купит, когда купят вас, а это значит, что человек будет вставлять два пальца куда-нибудь вам, вот, и заряжаться от этого. Вот тогда вы будете делать большой бизнес, то есть именно заряжать людей собою, когда вы научитесь это делать. Но для этого нужно научиться восполнять внутреннюю энергию, для этого должно быть движение тела, для этого должна быть кровоток, для этого должна нервная система сподриться. Я вас еще на учебную вещь, сейчас уберите ручки бумажки. Согласитесь, что очень часто у людей, у людей есть убеждение, что продажи это плохо, продавцы, торгаши, жулики и горы, да, мама говорит ребенку, что хороший человек, торговля не пойдет, наша семья никто торгашами не был, да, слышали такие фразы, да? Это установка, это убеждение, которое записывается в подсознание. Знаете, что нам нужно сделать? Перезаписать программу. Нам нужно поменять отношения к продажам. А для этого нужно запомнить одну простую вещь, запомнить. Одну простую вещь. Чтобы перезаписать свою программу, нужно запомнить одну вещь. П.П.Д. Простое, повторяемое действие. Простое, повторяемое действие. Его повторять нужно очень много раз. И сейчас я вам даю задание. Я научу вас одному П.П.Д. Которая поможет вам увеличить продажи, которая поможет вам увеличить вашу продуктивность, которая поможет вам перезаписать программу в своем подсознании. Вы заходите, на подсознание вы можете влиять, вы можете его контролировать. Вставайте, пожалуйста. Сейчас вам нужно будет вокруг этого островка с стульчиками. Вам сейчас нужно будет вот здесь вот бегать вокруг, вот там, но там, бегать везде по залу. И вам нужно будет делать следующее. Вы подходите к человеку и говорите, продажи – это хорошо. Продажи – это хорошо. Продажи – это хорошо. Это называется якорение. Что такое якорение? Это привязка какой-либо идеи или установки к телесному движению. А якорем является хлопок раздражения рецепторов нервных окончаний на вашей ладони. В этот момент, каждый раз в жизни, когда вы начнете хлопать в ладоши, у вас будет сработать программа продажи – это хорошо. Круто? А мы это делаем в жизни вот так вот хлопаем, и каждый раз мы будем снова себя программировать, что продажи – это хорошо, а когда мы поверим, что продажи – это хорошо, а не вырастут у нас автоматически. Итак, продажи – это хорошо. Выходите за пределы этого окончания. Быстрее! Под музыку! Под музыку! Под музыку! Друзья, 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 я понимаю, что вам понравилось, я понимаю, что вам понравилось. Дорогие мои сегтанты, дорогие мои сегтанты, не, не, не садитесь, я вам еще не говорю, вы сейчас на свои места. Дорогие мои сегтанты, знаете, что я вам скажу, сейчас вам нужно будет делать то же самое, только в два раза быстрее и в пять раз бить сильнее. Поехали! Поехали! Спасибо! Друзья, друзья, друзья! Запомните, мы все автоматы, мы живем на подсознании, мы большую часть процесса не осознаем. Молодой человек подходит к девушке, он начинает наклоняться и флиртовать с ней. часто он это делает неосознанно автоматически девушка начинает сбрасывать волосы поставить руки вот так вот на бедра она делает это подсознательно автоматически это происходит на уровне подсознания 80 90 процентов процесса жизни человека подсознательные поэтому если мы умеем контролировать подсознание мы умеем контролировать свою жизнь и всего всего на всего два упражнения и вы чувствуете себя лучше веселее бодрее и готовы еще два-три часа учиться хотя уже вроде бы вечер и мы все здорово уставши потому что мы можем контролировать свое сознание и можем контролировать свое состояние для 나오 gelecek можно больше простых путаем 10 Так вот, запомните, где еще могут пригодиться простые повторяемые действия. Во-первых, простые повторяемые действия очень необходимы в системе привлечения. Чем больше ваших простых повторяемых действий в системе приглашения, тем лучше строится ваш бизнес. Знаете, почему простые повторяемые действия так хороши? Их легко повторять любой человек по вашей структуре, им легко научить. Это очень необходимо в системе обучения. Чем больше простых повторяемых действий, вот это вот то, что я вам показал, это для вашей системы обучения. Это простое повторяемые действия, которое вы можете повторить, и могут повторить ваши структуры и лидеры. Очень много им должно быть в вашей системе продаж и продвижения продукта. Чем больше их в вашей системе продаж и продвижения продукта, тем большее количество людей могут вас повторить и продублицировать ваш бизнес, чтобы сеть выросла под видом. чем больше в системе захвата регионов тем успешнее ваш бизнес и распространяется он уже территориально он мастер действий большой я не видел я не видел 50 понимать вот здесь и мы все-таки приглашаю когда я не увидел эффект от своих слов вы видимо меня не наслушали по поводу литературы ваша литература в нашем бизнесе нет но я делаю для того чтобы вас была некая польза и сейчас я особенно обратить внимание большое наполеон хилл джон колледж том шайдер вот это в первую очередь наполеон хилл джон колледж том шайдер эти люди должны ваши не запомните у бедного человека большой телевизор богатого человека большая библиотека насколько вы пополнили свою библиотеку сегодня убеду все фильмы про миллионеров американских где миллионеры дома показываются у всех библиотеки кабинет всех обязательно кабинет библиотека зайдите в бедный дом что вы увидите финскую стенку и огромный телевизор правильно бедный человек идет в магазин покупает большой классный телевизор в кредит а ванальчик вкладывать деньги в семинар сколько людей мы приглашали на молодежь не поехали сколько дофига дофига хотя правильно говоря нас сегодня так мало у нас на предыдущем было почти 200 человек сегодня так но по одной простой причине мы просто не поработали просто реально вытащили людей я участвую я не работал я просто меня вот на июле я просто заставила рассказать про что такое молодежный слет она больше вытянул чем я и мой новичок в моей команде вот чем дело и я уверен нам нужно с вами будет обрететь там и следующий молодежный слет и продумайте по программам уже буквально дня чтобы завтра уже не знали примерно и дата следующего молодежного слета и на следующем что эти наши с вами задача 300 человек 300 человек но сегодня мы немножечко возвращаемся обратно второй теме которая была обозначена для меня главное это учимся считать учимся считать знаете почему такая важная тема большинство сетериков не умеют они не умеют если вы сейчас ко многим лидерам спросит расскажите пожалуйста какая у вас конфигурация маркетинг плана для него покажешь и большинство сетериков знают в маркетинге две вещи первое что он хороший и сколько он выплачет процент правильно у нас маргетинг план выплачет 46 процентов у нас маргетинг план 54 у нас маргетинг план выплачет 56 у нас 58 у нас 63 вот что говорят сетерики а на самом деле маркетинг план компаний они не знают и теперь я вам расскажу некоторые вещи про маркетинг планы сетевых компаний и начнем с самого главного с основы это какие типы компаний на планете существуют итак запишите на сетевом рынке мировом находится на сегодняшний момент 7000 сетевых компаний 7000 сетевых компаний делающих товарооборот 160 миллиардов средний рост товарооборота ежегодный 30 процентов прироста этого все больше и больше товаров и услуг продаются через сетевую маркетинг все больше и больше оборота сетевых компаний все больше и больше развития этого бизнеса в 117 странах мира в 117 странах мира сетевой маркетинг как принцип продвижения продукта легальный зоопа германия япония и сша как страны с самым жестким законодательством официально признали сетевой маркетинг и внесли это понятие в юридические нормы то есть в основные законы касающиеся бизнеса на сегодняшний момент на сегодняшний момент 60 миллионов человек на планете земля занимаются сетевым маркетингом это цифра постоянно растет это абсолютно новый тип продвижения продуктов где главным аргументом для продвижения продукта является рекомендации этого продукта на очередь это сетевой маркетинг это действительно уникальная концепция какие типы маркетинг планов существует на сегодняшний момент на рынке на сетевом рынке существует на самом деле всего на всего 5 типов маркетинг планов распространенных на планете земля первый тип это ступенчатый он появился самым первым получается в таком году 54 года назад тысячу 2012 минус 54 Как чаще всего изображается графический ступеньческий маги-маги-маги? Показываем. Графический маги-маги изображается так. Ступенька. Допустим, 5, 10, 15, 20, 25. Ещё его называют, как его ещё называют, матрёшка. Классический. Классический, он один из классических классов. Стейл-степ. Стейл-степ, лестница, да, то есть стейл-степ, матрёшка, лестница, это всё, вот этот маги-маги-маги. От чего зависит ваш доход от твоего оборота? От разницы между вашим процентом, допустим, у вас 20%, а у вашего лидера в первой линии, допустим, 10%. Это означает, что с его группы вы получаете 10%. То есть классов минус 10. Поняли? То есть получается, его группа получает свой процент, вы получаете с его группу, как бы свой процент, но вы получаете с его группы, разница между своим процентом и его процентом. Потому что компания не резиновая, не может всё время всех платить ровно, вот так же смотрит. Этому такой процент не возможно. Поэтому это называется уменьшим матрешей. То есть, смотрите, в меньший объем входит в больший объем. Но, примерно в середине двадцатого, во второй половине уже двадцатого века появился новый магнитный план, который называется равноуровневый или уни-левел. Что такое уни-левел? Это когда оплачивается не разница с вашим процентом с вашей первой линии, а когда вам гарантируется определенный процент с вашим дистрибьютором в зависимости от их поколения в структуре. Например, это вот вы, это ваша первая линия, вы имеете его обороты всегда со всех первых линий свои, 5%. Допустим, со вторая линии еще пять процентов. Третья линия еще пять процентов. Четвертая линия еще пять процентов. Пятая линия еще пять процентов. И так далее. Вот это уни-левел. Да? А у этого маркетинг плана есть свои плюсы и есть свои минусы. В чем заключается его плюс? В тем, что ваш процент никогда не обрезается. То есть если в матерешке, если вас догнал ваш лидер по рангу, он может вас подрезать, то в хуни-левеле вас никто не подрезать не может. Даже если вот этот человек отбивается с вашего ранга, то вы получаете гарантированное процент из него. А знаете, в чем его главный минус? Как вы думаете, в чем его главный минус тогда? Потому что они под собой вырастают, а не... Ну и что, ладно, раз в окно. Что? А, вот именно. Смотрите, матерешка чем сильна? Если под тобой появился ключевой человек, а вы помните, мы работаем в глубину, чтобы найти там ключевого человека, он начинает стимулировать всю структуру расти вверх. Потому что не нужно делать отрыв, чтобы иметь выше процент по моргению. А здесь все равно. Вот здесь вот есть элемент халявы. В чем он заключается? Над вами может быть спонсор, который вообще нифига не делает, но рубит с вашего объема процент. И получается, вот матерешечная компания, допустим, матерешечная машина, отдал бы эти деньги вам. Да? А у Unilevel маркетинг не отдастся. Потому что вот ваш спонсор, регионтированный иметь эти проценты, ничего не делает. Понимаете? И поэтому они не так справедливы и не так стимулирующие. Поэтому компании с Unilevel маркетингом слабее, чем матерешечная компания. Мы сейчас будем с вами разбирать это дальше, да? Далее. Далее это равноуровневый. А, нет. Бинарный маркетинг. Весьма популярный в последнее время. Он уже вам всегда такой популярный на самом деле. Бинарный маркетинг. Как он сейчас графически изображается? Бинарный. Это вы. И вам говорят, все вы, подпиши двоих. Есть спонсорская нога, то есть это то, куда ваш спонсор будет ставить своих людей. Спонсорская нога. А вторую ногу растите вы. И часто человек, который работал в классике, ему кажется это очень заманчивым. Потому что, так кажется, ну блин, на самом деле я заманался в себе ширину строить, и все время все не работают, да? А тут казалось бы, всего двух поставили, да? Я говорю, пожалуйста, вот тебе куча денег, да? Еще одну ногу помогать спонсору, строить, ну очекай. Да? Вот. Но у бинара есть одна особенность. Бинарные компании в среднем живут пять лет, там, в пять лет. Средний, средний срок жизни в бинарной компании пять лет. Потому что у них есть такое понятие как redline. Что такое redline? Redline. Это когда наступает момент в заполнении структуры объемами таким образом, что выплачивать деньги вышестоящим становится невыгодно ни при каких условиях для компании. Даже если сюда вот миллион человек придет. То есть в любом случае в верхушке придется выкладывать больше. Кстати, в какой еще другой схеме очень похожая ситуация? А? Финансовых пирамидок. В МММ. Один-ка там вот такая же ситуация. Почему в МММ 2011 прикрыли? Поток начал сокращаться чуть-чуть, а это значит надо платить много, а не сразу мгновенно прикрыли контору. Мгновенно прикрыли контору и открыли новую, чтобы дальше со следующей степени в МММ. Вот. То же самое бинары. Поэтому бинары больше пяти лет не живут. Чаще всего бинары делаются на китайском продукте, который стоит в себе стоимости копейки, а продавать его можно задорого. Вот. И поэтому бинары – это такой довольно авантюристический маркетинг план, и лидеры бинарной компании чаще всего прыгают из одной компании в другую. Сегодня они вас зовут в одну компанию, завтра они уже тянут вас в другую компанию, позавтра они вас станут уже в третью компанию. То есть бинары не так интересно, и пассивный доход в бинаре создать невозможно. И качество продуктов? Бывает, да, там бывают нарекания, то есть у бинаров продукт не имеет такой большой ценности, это больше похоже на финансовые пирамиды. Потому что вам говорят, какой продукт стоит на пятьсот долларов? На пятьсот долларов. Да, и всё. А какая продукция их уже мало интересует? Им пофигу, они играют, это игра в деньги. Бинары – это игра в деньги. Но это, знаете, если вы знаете, что нужно провекать, да? Проиграть вот, всё время, да? А потом через 20 лет снова искать какой-то новый проект, потом новый проект, новый проект, новый проект, новый проект, новый проект. Ну, выбор ваш. Но я считаю, что она не стоит гораздо больше считать настоящий, серьезный с вами бинарков. А бы, ва, 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 как карсины. Теперь давайте ещё и на всё, что мы видим. Матричный маркетинг. Матричный маркетинг, Кстати, запомните, бинары всегда платят меньше, чем классика. Процент выплаты бинаров всегда ниже, чем классика. Бинарщики с вами никогда не согласятся. Но нужно просто посчитать. Мы считали. Мы брали LLC, компанию бинарную, она уже закрылась. У нее был самый лучший маркетинг план на рынке бинаров. Да все бинарщики от этого времени покрыли. Вот. И мы взяли 7. У LLC выплаты были, по-моему, 9,8%. То есть 7 была 11% при том, что по самому товаровару. Это много. Учитесь, считать, я вам не тропирую, я покажу. Да, по бинарам. Бинары всегда платят меньше. Но запомните, бинарные лидеры обычно выходят и смотрят. Там обычно такие тетушки, знаете? Ну, одиозного вида такого весьма, да? Такие выходят и говорят. Девчонки! Смотрите, чек получила! И там показывается чек. Там чек, там реально там 15 тысяч долларов за неделю. Они говорят, у нас есть недельные выплаты. У нас есть недельные выплаты. Это все маркетинговые уловки. Или, проще говоря, обман. Объясню, как это работает. Она говорит, я за неделю получила 15 тысяч долларов, а она не говорит, что она предыдущие 28 недель просто вот так вот делала. У них, они за неделю могут получить деньги, а за предыдущие 38 недель они могут вообще ничего не получить. И поэтому казусы сюда за неделю 15 тысяч долларов, и они говорят, я получаю 5 тысяч долларов в неделю. Вы спросите, а в какую неделю? И если какие? Понимаете, вот вы так уточняйте у бинарщиков всегда. Второй момент, как вы их ловите, да? А у них, смотрите, как получается. Весь вопрос в распределении денег. Как распределяются деньги? Смотрите, что они пишут там. У них получается, у них есть верхушка. У них есть верхушка. За что получает деньги верхушка? Запомните. Верхушка получает деньги за заполнение, да? Матрицы, где идеальное заполнение, чтобы получить 100% по маркетингу, необходимо заполнить 50 на 50. Всегда в бинаре нужно делать 50 на 50, чтобы получить все 100% в своих положенных денег. Сделали 70 на 30. 70 на 30. Одна нога ушла, а вот большая стала, одна нога ушла, большая стала. А вот эта нога, она осталась вот здесь. Вот одна нога, грубо говоря, вот здесь уже, а вот эта нога, она вот здесь. Вот. Вы запомните, во всех бинарах заплатят только вот с этого оборота. А вот с этого оборота, знаете, что нам нужно платить? А я вам одну маленькую вещь покажу. Настя, иди сюда, пожалуйста. Да, предположим, что у нас произошла пластическая операция, и ко мне пришили нас к нему ногу. Да. Здретьте, пожалуйста, у нас ноги вообще похожи? Не очень, да, похожи ноги? Вот, смотрите, в ногах красивые девушки и моя нога. Это все такое, это же вообще абсолютно разное. Так вот, запомните, друзья, спасибо большое. Вот, запомните, друзья, в бинаре вот всегда так. Одна нога хорошая и красивая, а другая маленькая и тревая, понимаете? И вот, если вы хотите вот так же, как я сейчас ходить, да, так же, как я ходить, то в бинарном маркетинге, запомните, две ноги одинаково не работают никогда. Никогда. Вот так вот, то есть, нога красивой девушки и среднего роста мужчинки с животиком не будет никогда совпадать, понимаете? Вот так же в бинаре. Ваши две ноги никогда не будут одинаковы. Поэтому вы всегда недополучите те проценты, которые вам бинарная компания на самом деле обещает. По бинарам поняли? Угу. Все отлично. И еще запомните, когда они кричат, у меня большой чек, у меня большой чек, запомните, вот здесь все вопросы не кричат вообще. Потому что у всех могут быть вообще признающих хуже. Поэтому запомните, почему бинарные большие цифры показывают? Потому что объем перераспределен так. Эти получают почти всю выводу, а их получают почти ничего. В классике всегда по-другому. В классике лидер крупный может зарабатывать меньше, но в целом по структуре. Кто-то 100, кто-то 500, кто-то 1000, 5000, кто-то 10, кто-то 15, кто-то 30, кто-то 50. А лидер зарабатывает, допустим, 150-300, да? А в бинаре он может зарабатывать 500, а здесь все лапу сосут. Поняли? Значит, финансовая пирамида. И распределяется объем по-другому. Именно поэтому бинары нестабильны. Тимур, я прав вообще? Абсолютно. Вот Тимур в бинарной компании работал. Он немало лет проработал. И он знает то, что я говорю сейчас. С бинарщиками надо дружить, подсаживать их на продукты, да? Их нужно покупать себе секретный способ. Я участвую, у меня бинарщиков очень много в структуре работают. Я их из бинаров вытаскиваю в классику. Но есть один маленький секрет. Как это нужно делать? Есть один маленький секрет? Система выключена? Нет. Их вообще система никакой не интересует. Это люди авантюристического склада. Им нафиг эта система не нужна. Ну, это не Тимур, например. Тимур очень другой. Он именно такой системщик. А вообще, обычный классический бинарщик, вот эта вот женщина, такая махровая динарщица, да? Это авантюристки. Самые натуральные авантюристки. То есть, вот эта вот. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Вот эту программу, да? Вот, да? То есть, где-то амбуратина, которые нужно подписать, расставить структуру и так далее. Вот, матрица. Еще более махровая финансовая карамена. Матричная матрица. Как только вам говорят матрица, сразу вы имеете в виду махровая финансовая карамена. Как правило, толкается никому не нужный продукт, Самая яркая и крупная компания на рынке матриц, которая присутствовала когда-либо, Называлась Meridian Art. Помните, что они продавали? Картины. Принты. Принты они их называли. Они говорили, вот этот вот такой вот принт, Они говорили, он вырастет в цене, ты инвестируешь в год, Его скоро будут продавать там, на акционах СОПИ, да? Ну, то есть, реально надо было вот так вот сидеть с большой елкой, Вот так просто снимать. Ну, то есть, ни один адекватный человек пойдет, там, Любой, когда кладочек пойдет, Стабильный товароборот, На этом ее не сделаешь. Продается продукт, который никому не нужен. Матрица делается так, она очень интересно делается. Смотрите. Вы заняли место, да? Затем компания начинает заполнять, да? Спонсорская ветка начинает заполнять под вами матрицу. Это часто бывает, допустим, три на три. Допустим, три на три. Значит, три человека вот максимально сюда, на три уровня в глубину. На три уровня в глубину. То есть, вот так. Это все заполняется вами, вашими людьми. То есть, здесь девять, здесь соответственно двадцать семь. Двадцать семь. Заполнен себе один уровень, вы получили выбор там. Заполнен со второго – вы получили выбор там. Заполнен со третий – вы получили выбор там. И самое интересное, здесь может не быть большого вообще ни одного человека. Вообще ни одного человека может не быть. Сразу хочу вам сказать. Это халява, они на нее покупают народ. Но матрищные компании живут еще короче в народах. Полтора, три года. Дальше они не живут. Ну, такие компании пирамидального расклада не могут жить больше. Они никакой ценности в обществе не несут. Ну вот, вы решили для Сергея Роу, а я тут уже сервис. Вот. Итак, последний тип маркетинг планов на сегодняшний момент самый распространенный компонент на Земле. Гибридный. Он состоит из нескольких частей. Например, как это может выглядеть? Например, я вам покажу первый вариант гибриды. Первая часть ступенчатый. Вторая часть. Это первый вариант гибридного мотива. Получается, первая часть ступенчатая. А вторая часть как бы равноуровневая. Только там это не человек, а группа человека. С нее как выплачивается. Допустим, директор. Здесь директор. Здесь директор. Здесь директор. Вот с директора, допустим, четвертого уровня два процента. Ну, вот пример просто. А есть другой вариант очень интересный. Гибридного мотива. Это когда сначала равноуровневая часть, допустим, ну там возьмем там 5, 6, 7, 5, допустим процентов. А вторая часть, вторая часть наоборот, ступенчатая. Смотрите. Вы имеете, допустим, как лидер, крупный лидер, вы имеете, допустим, еще дополнительные 7% от всей группы. А если под вами вырос лидер, который имеет еще дополнительные 3%, значит с его группы вы имеете 4%. То есть разница между вашим процентом и его процентом. То есть вот такая конфигурация. Друзья, теперь проверка на вшивость. Давайте я вам задаю вопрос. Сиелевский маркетинг каким является по типу конфигурации? Гибридный. Гибридный. Какая у него первая часть? Вторая? Отделение директоров. Отделение директоров. Да? Отделение директоров. Вот пара, вот эта конфигурация. А теперь, хотите, вас удивить. 70% мирового товарооборота с тела компанией, 70% мирового товарооборота с тела компанией, но вы заменяете мобильный план. Многие компании мы еще видим этот мобильный план. Амвей. Арифлей. Мэри Кэй. Элла. Еще. Тиандэ. Фаберли. Еще. Гербалайф. Будет по моему планки выявить? Вспоминайте. Вижн. Вижн. Изначально Морель. Я не знаю, какой ты когда вы говорили у себя был. Они его меняли уже 3-4 раза от них. Да, пытаются что-то изобразить бесполезно. Пока не уменьшат личный объем, бесполезно. Первая часть равного уровня. Вторая часть уже получение литерских процентов. Бесконечество. Если твой литер... Да, там просто с глубины. Понял? Понял? Там идет обрезание глубины. Конечно. Теперь смотрите. Родник здоровья. Тинториум. Вот это вот. Все? Эннцептова. У коровы. У коровы. У коровы. У коровы. У коровы. У коровы. Сейчас я вам скажу. У коровы. У коровы. Они кушают продукты. А в этой цепи они сильные. Они кушают продукты. Но они их кстати они сильные. Сейчас я вам расскажу с чем они не так сильны как такие маленькие манипуляции с дюкчатами, а по конфигурациям конечно понятно Какие вопросы у вас есть? Нет вопросов по маркетингу, по конфигурациям есть. Какие-то компании, может быть, для вас интересуют? Я вам осмотрюсь тоже, какая конфигурация. Какие у вас, вам интересные? Что? ЛР, пока я поговорю. ЛР, а первая, как у нас? Как у нас? Так, вот как мы тут сделаем? Выдерем первую? Физище. В поместье? А, да, в поместье. Знаешь? Да. Его надо зовет, да, зовет. О, да. Теперь я вам еще одно интересное вещь расскажу. Я вам скажу. Он тут зачем попасть. О. А я вам еще одно интересное вещь расскажу. Ты видишь? Силы несколько. Внимание рассеянное, да? Вот, да. Видимо, поменяемые условия. Да. Да. Итак, отлично. Спасибо. Дмитрий Тишин. Я вам расскажу, какие на самом деле два параметра есть во всех моих планах. Или два. Первый параметр. Первый параметр. Это процент выходит. То есть, если взять весь товарооборот компании, вопрос, какой процент от этого товарооборота в ваших компаниях. Так вот, запомните. Запомните. Я вам честно открою. Какой бы процент вам сетевики ни говорили, никогда не мерьте. Никогда не мерьте. Все врут. Все врут. Все врут. На двадцать процентов добрали. На двадцать процентов. Я думаю, кто еще ослуи барабану. Но любой вменяемый сетевик сидел, уважающий, просто прочитает. Они там же не читают, там же ничто. Ну, мы это видели. Если кто-то сталкивался, знаете, о чем я говорил. Вот первый вопрос. Это процент выходит. Мне для вас приятная новость. Усилие один из лучших процентов в другом на другом. Один из лучших процентов в другом на другом. Ну, сетевики забывают про второй вопрос. Второй параметр, который очень интересен. Жесткость маркетинга. Жесткость маркетинга. И жесткость делится на два подраздела. Первый подраздел – это нормы, а второй подраздел – это высший ранг. Я понимаю, что я сейчас немножко начинаю с китайским разговаривать, но вы потерпите, пожалуйста, потому что это надо понять. Если вы профи, а мы профи. Продажа это как? Поехали. Продажа это 6 рублей. Какую первую норму нам нужно оценивать в маркетинге? Первая норма. Вот мы смотрим, анализируем в маркетинге. Первое, что нам нужно посмотреть. Первая норма, какая нас интересует? Личный объем. Конечно, личный объем. Однозначно, личный объем. Итак, какой в компании личный объем? Каким он может быть теоретически? Давайте просто возьмем какие-то грани. Вот, знаете, я вам, наверное, вот так расскажу вам. От 0 до 50 и от 100 и больше. Вот смотрите, 50 долларов и 100 долларов. В месяц имеется в виду. Правильно я говорю? Примерно так. Смотрите, ноль. Есть компании, как Ломбре, например, они говорят, да у нас вообще, или вам вы, вы знаете, что вам в маркетинге в маркетинге можно не покупать вообще, чтобы деньги получать. То есть, там можно личный объем вообще не покупать. И они говорят, да у нас в маркетинге вы можете вообще не продавать. У нас бизнес без продаж. Знаешь, что такое бизнес без продаж? Это секс без оргазма. То же самое. Что за бизнес без продаж? В любом бизнесе нужны в первую очередь продажи. Правильно? Вот. И вот запомните, компании, у которых ноль личный объем, могут столкнуться с такой идеей. Я говорю, Марина, пошли со мной в компанию. Классный бизнес. Продавать ничего не надо. Чтобы, получается, структуру нужно делать один балл. Пробую купить. Легко же? Вообще любую может сделать. Она говорит, супер. И знаете, что идет к Маше? Знаете, что она говорит ей? Один. Тоже самое. И вот теперь смотрите. Построилась структура. Построилась структура. Она выстроилась. Вы трус вложили. А это называется сухая сеть. Что такое сухая сеть? Сеть есть, а товарооборота нет. Это сухая сеть называется. Именно поэтому в компании с нулевым оборотом они либо уходят в тягачи сумок, как бы, как ты сказала? В тягачи сумок. В тягачи сумок. Да, в тягачи сумок. Вот либо в тягачи сумок уходят, да? Это ламбре, например. У них вообще уходят. У них проблемы с выкладами и с жесткостью. У них две проблемы, но компания никогда не может развиться. Масштабно. Нет, продукт нормальный. Продукт терпимый. Техника, например, что-то там делать. В Польше они штампуют его, да? Вот. Но у меня больше всего параллель. У амбре, например, история, когда мне лидер в крупном ранге говорит, я говорю, а где ваша продукция разливается? Он говорит, это кажется, у тебя во Франции на технику. Вы понимаете, что вы говорите? То есть правильно я понимаю, что, да, президент компании, да, это Петр Монгерт, по национальности в полях, проживающем во Вроцлаве, или в Краконе, в Краконе он проживает, в Краконе, поляк. Польша, что такое в Европе вообще? Главная барахолка, разливная фабрика всей Европы. Всю подделку, весь снимок, все делает Польша в Европе. Вот. Этот поляк со сценой им заявляет, ребята, наши духи разливаются во Франции. И они в этот момент плачут от счастья. Это надо быть про полными кретинами. Это, помимо, на фоне того, что маркетинг убитый, да, вот, и еще 0 баллов, он же делает фактически этот балл лично помогает. Это что еще такое? Это ошибка? Ну, поэтому у нас топы все в компании, честно не имеющиеся, они все сломбро избежали в свое время вовремя. Вот. И это сухая сеть. Есть другая охранность, есть компания «Визу», в которой лично объем 300 долларов. Это, это вообще надо двинуться поздно. Вы представляете, вот, допустим, Марина. Среднестатистическая самая такая обычная российская Марина. Работает на работе, таскает детей из садика в садик, работает, платит, вернее, за нее платит налоги, переживает, что муж задерживается на работе, вечером такая нормальная Марина, из которых Марина делается весь, по сути, сетевой маркетинг в России, да. Такая нормальная женщина, и вдруг ей приходит компания, дистрибьютор Сергея Орлов в компании и говорит, «Марин, у меня классный бизнес. Какой? Компания «Вижн» или «Космические корабли». В определенный момент она начинает поразить, ой, пространство вселенного, да, там рисует ей картинку, и она думает, ой, думаю, как классно. А она говорит, а что покупать нужно вместе? Все Марины уже в России, в принципе, они в курсе, что в сетевой маркетинге надо, в принципе, что-то покупать. И они заметили, когда рекрутируется народ, они спрашивают, а сколько нужно личный объем покупать? Сколько продукты покупать в месяц надо, чтобы зарплату получать? Все люди уже немножко так прошают. И Сергей говорит, всего-навсего 9000, а у нее зарплата 12. И она понимает, что если в этот месяц она не прокупилась, и ей придется со своего КЖК чахнуть. Либо брать сумки опять, и вместо этого красивого сетевого маркетинга ей придется тягать сумки. и продавать. А продукты дорогой еще к тому же. И в итоге она сталкивается с большими травмами. Никому эти биодобавки за 1000 рублей нафиг не нужны. Потому что люди привыкли таблетки за 500 рублей покупать до максимума. А ей тут за 1000, за 3 нужно покупать биодобавки от продавателя. Что это за маразм? Да, и она не чистит толстую кишку. И понимаете, в чем фишка? Фишка заключается в том, что компании с таким личным объемом чувствуют себя плохо. И еще более гениальная ситуация с личным объемом у Тиньшоу. Я их вообще не знаю. Но вы реально китайцы придумали все способы уничтожить свою землю. Знаете, какую они планку сделали? На первой квалификации у них 18% можно ничего не покупать. На второй ничего, на третьей ничего. На четвертой ступени нужно покупать на 200 долларов в месяц. На пятой – на треста. На шестой – на четыреста. И так дальше, дальше, дальше. Знаете, я у лидеров спрашиваю, вы слышите, ребята мои, что у вас налог на богатку что-то? Так вот компания закамуфлировала, что типа ты со своего чека чехли нормально по боссовку, да? Яркой историей была в 2002 году, если не ошибаюсь. Я только-только зеленый приехал в Казани, еще жил в Ульяновске. Приехал, меня пригласила Салиха Каюмовна. Каюмовна – пожилая женщина с 70 с лишним лет от роду. Сетевичку, такая прошаренная инарща, сетевичка. Она тогда функционировала в компании Тиньшоу. Я сидел у нее дома. Такая, знаете, шикарная, но старая квартира в Сталинке, в самом центре Казани, на улице Малокрасная, самый центр города, вообще шикарный район очень. Я люблю эти места. Зелень много, дорогая квартира, большая, да? Ну, естественно, бабушка пропахла, конечно. Ну, ладно, дербимо, да? Я сижу, я все равно с ней общаюсь, она там чешет про новую компанию, говорит, а я же крупный лидер в Тиньшоу. Я говорю, да, ну, очень интересно. Я еще зеленый, только вопросы спрашиваю, ничего не соображаю. Она говорит, давай я тебе продукцию покажу. Порфири. И она меня ведет чуть ли не за ручку, говорит, пошли. Открывает она там, плечом в комнату, открывается комната, я закажу и начинаю осматривать продукцию. Комната была упакована без балловой продукцией Тиньши. Знаете, какую сумму вы хотите угарнуть? Я потом посчитал. 30 тысяч долларов? Ага, 74. Не хочешь? У нее только 18 аппаратов было, одни одинаково куплены, которые каждый стоил по 600 долларов. Только 18 этих аппаратов стояло. Я думаю, ё-моё-моё. Думаю-то я отворотами ухожу. Вообще огородами оттуда. Запомните. Норма, правильная норма отличного объема компании от 50 до 100 долларов. Ни много, ни мало. Мало, плохо, много, плохо. Золотая середина. Ну, я знаю, я думаю, даже с этой компанией. Вот, где правильно. Смотрите, по кошельку среднего семьянина бьет не сильно. То есть в пределах 15% от дохода. Да, среднего российского. И при этом, в то же время что-то есть. Понимаете? То есть не совсем какой-то пропит. Не копит. Вам говорят, да? А вторая норма, какая у других? Какая доллара у нас умолвалась? Вторая норма. Товарооборот. 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 А? Близко. Директор. Вот запомните. Ваш бизнес, когда вы вырастите, станете большим. Ваш бизнес будет строиться на определенных кирпичиках. Самый маленький кирпичик, который в раствор входит. Это личный объем. А вот большие кирпичи, это уже группы директорств. И вот теперь вопрос. Директор, да? В нашей компании. Какие бывают разные типы норм директоров? Существует на самом деле три категории. Первая категория, это где норма директора очень маленькая. Очень маленькая. Это называется потребительские компании. Потребительские компании. Вторая крайность, это лидерские маркетинги. Лидерские маркетинги. Это норма директора огромная. Давайте приведу пример. Потребительские компании. Норма директора 20 тысяч рублей или 700 долларов. Эннеспиль. Арго. Карловый кирпич. Очень маленькая норма. Очень маленькая норма. И получается, что вам, чтобы построить рак, вы можете быть в высшем ранге, а здание крошечное, потому что из очень маленьких кирпичей состоит. Высшие ранги получают очень маленькие деньги. То есть, да, вроде бы, как говорят, я там дважды платиновый международный амбассадор коронованной трижды вообще, да? Как в OneWay, да? Ну, вы знаете, наверное, историю, да? Две машины амбэйщиков поймали около Ростова на дорогу на посту. Не знаете, представьте? Вот. Это, как бы, едет амбэйщик. Да, на семинар он едет, а перед ним едет машина его дистрибьюторов новых патронов, таких нормальных лидеров, да? Две нормальные наманы. Подъезжают к Ростову на дорогу. Его тормозит первичник. Вот. Вот. Как бы, конечно, как-то берет документы, да? Здравствуйте. Порядочек документов. Отдает документы. Смотрит так. И дальше классический вопрос на проверку на алкоголь. На алкоголь, да? Вот. А с кем работаете? Кто-то говорит, вы знаете, я дважды коронованный фасол. А, я понял. А перед вами... Да. Вы понимаете? То есть, это гаишник, это просто разрушил шаблон. Что две машины едут нормальные, он на маркет. Дважды коронованный фасол, я ездил, да? Ездил на амбассаду. Понимаете? Вот. Это, как бы, конечно, сетевой прикол. Так вот, обратите внимание. Вот вы можете быть трижды, четырежды коронованным послом, как бы, да? Вот в компании вот это вот. Но ваш доход может быть в пределах 100 тысяч рублей. То есть, маленький доход, на самом деле. И поэтому вот эти компании, они страдают. Требетские компании всегда развиваются слабо. Потому что крупный лидер в них чувствует себя нереализованным. Крупный лидер быстро выходит на высший рамк и понимает, что все, дальше уже ничего не интересно играет. Ведь, поймите, мы все по природе игроки, нам интересно вот добились чего-то. В предыдущей компании, компания пыталась меня удержать тем, что для меня специально придумали, лично для меня. Президент прямо со сцены сказал, они придумали новый рамк в компании. Представляете, потому что я закрыл рамк, причем закрыл его на столько, что я там выгреб весь там барабан, полностью все, что можно было выгрести. И компания придумала специальный рамк для меня, чтобы меня снова раздоровли. Я был не в том состоянии, как это было, да? Вот. Я заделал немножко под шахов, кто-то себе нахалил, да? Ну, я думаю, мне это было не очень интересно, что они вам предлагают. Вот моя мотивация не была такой сильной и высокой. Вот. Это патрибинские компании. Другая крайность лидерской компании. Вы знаете, какая норма 20% по Бомблею? Это директор по имени. Ну, по нашей директор. Знаете, какая норма? Какой ты работал в Бомблее? 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей, да. Знаете, у меня больше всего потрясло сибирское здоровье. Я думаю, вы-то куда? Сидели бы, не выигрышу ли вы. Кто же 600 тысяч поставил? Постой. Российская компания. Я понимаю, Амвэй, американцы, понты, дорогой продукт. Кто-то там реально это сделает? Может, да. Ну, сибирское здоровье с шампунями за 78 рублей. Куда лезут? Знаете, сколько шампуней надо продать? Реально скульптуру, чтобы сделать 600 тысяч. Ну, там... Ну, это вообще в принципе может, да. Еще я сюда отнесу Тианте. 360 тысяч. Ну, Тианте, конечно, еще вот так. И ЭЛАР 360 тысяч, да. То есть, так более-менее вроде нормально. Более-менее вроде нормально. Но все равно тоже многовато. Запомните, золотая середина. Где-то от 100... Ну, не от 100 даже, нет. Наверное, от 60 хотя бы, да. До вот 200. Вот от 60 до 200. Это вот... Вот зачем золотая середина? Сколько норма у северского маркетинга директора в месяц? 90-100. Вот так 80-90-100. Вот где-то вот какое-то. То есть, смотрите, очень близко к золотой середине. Одна очень успешная компания. Вот в этой золотой середине норма. Знаете, правильно? Арифлейн. У них 180-200. То есть, они вот ниже сюда. Честно я вам скажу. Я сторонник повышения норма в СЕЛ. Я считаю, что СЕЛ немножко занижает пункт гарнитов. Это мое личное мнение. Может, и у меня развелись. Вот. Это мое личное мнение. Я считаю, что нужно ориентировать маленький план на более 500 рублей. Если мы будем скатываться от потребителя, то мы превратимся в компанию маленькую и не разорвнемся в другую международную программу. Это вот сто раз. По этим вопросам поняли? Какие нормы нам нужно рассматривать? Вот вы сейчас обзор рынка с вами сделали. А теперь вернемся обратно на несколько шагов назад. Помните, какие у нас критерии для анализа? Это нормы. Это нормы. Нормы проанализировали. И жесткость. Да, жесткость. Вот. И высший рамп. Например, появляется компания. Что ты говоришь? Да наша компания. Да у нас самый лучший маркетинг план. Да у нас вообще самые большие выплаты. У нас максимально в сеть выплачивается 78%. И все сетевики такие ах... Какой новый, да? А теперь маленький у вас забыл и спросить. А что сделать для этого? Вам вы очень маленькие простые условия, чтобы получить максимальную выплату маркетингу. Вы хотите угарнуть? Вы хотите угарать? 1,21% делать вам какой-то оборот? 6. То есть 20 000 долларов. Правильно? 20 000 долларов. Знаете, сколько нужно сделать 21% в первой линии, чтобы получить максимальную процентку маркетингу плана Амбея? Знаете, сколько? 10. Да, конечно. 26. Знаете, что для этого нужно? надо всего лишь раз рубить наталья из нет на петровске если не она 26 максимальный процент получите деньги 520 тысяч долларов или рублях это 15 миллионов рублей вашей группе минимум сделать 15 миллионов рублей чтобы вы получили все свои деньги давайте так вот пример лар 14 лет по двадцать девять процентов только одна ветка должна делать 12000 долларов на 14 сколько получается 5 миллионов 5 миллионов чтобы получить весь маленький план а давайте теперь сеть посчитаем сколько у нас веток надо сделать в директорской группе перволетнейшем максимально 14 многие скажут подожди стас но там же есть допусловие что 8 из них должно быть по 15 тысяч баллов а вы что думаете здесь допусловие что нет я беру как бы один просто момент если как-то допусловие там еще будет хуже я вам серьезно говорю они еще больше направляют 14 веток по 90 тысяч рублей сколько получается миллион 120 тысяч миллион 120 тысяч ярославль внимательно на школу миллион 120 тысяч скажите друзья чтобы получить максимум по максимуму 15 миллионов и миллион 120 тысяч это есть разница вот это будет то есть вам вы чтобы вам заплатили все ваши деньги нужно ползти гораздо дольше и больше чем допустим все я могу сказать такую школу по маркетингу планов вы наверное найдете больше кто сталкивался с подобной школой по маркетингу планов не разумно да а кто больше 5 лет в сетьмом маркетингу интересная тема нормальная нормальная ну даже если он даже понимает что это глаза нет просто не сложно что цифры много обычно цифровые цифровые да теперь друзья хочу поотвечать на ваши вопросы какие у вас есть вопросы если ты встречаешься с сетевиком что ты в первую очередь показываешь я? ну да я ему в первую очередь показываю оставшиеся зоны то есть это единственное что я думаю мне надо показывать я с сетевиками обычно я не начинаю и я не стою так и не говорю слушай ты ну ты че у вас невыгодно и не начинаю вот это все рассказать заполнить друзья вот эта информация для внутреннего употребления это вот вы на школу сетевиков уже подписали на школу посадили вот эту тему сказали у них там башню снесло они пошли работать два раза энергичнее никогда это не рассказывать если вам доводят их навстречу запомните сетевиков можно подписывать и сетевики подписываются только по одной причине две причины почему сетевики переходят из одной компании в другую хотите их узнать? да или на следующий сценарий да нет у меня тема заявлена ладно буду колоться да первая причина почему сетевики уходят из одной компании в другую остановка роста остановка роста запомните у сетевика нужно забирать из него бизнеса отравлять куда он погодил власти как только он прекращает активную фасу как только он прекращает активно расти и заниматься бизнесом в этот момент нужно его закрывать вторая причина почему сетевики перехода я думаю какая то конфликт ну ты че рассказываешь ты был на сценаре я понимаю ты крутой конфликт вот это дай ему только подумать конфликт конфликт когда у сетевика возникает конфликт с вышестоящей консульской организацией с нижестоящими дистрибьюторами или с компанией его в этот момент можно забирать именно пока он горячий тепленький запомните нужно для того чтобы переподписывать сетевиков нужно ловить момент это охота вот птичка полетела хоп поймали его на мушку вовремя и взляли побежал лось встал приостановился поймали его и поближали поняли нельзя никогда пытаться долбить сетевика своим предположением в тот момент когда он находится в активной фазе будете забирать его в активной фазе он на вас начнет нападать и агрессивней запомните а что с ним делать тогда я по запомню сетевиков в активной фазе что с ним делать тогда запомните Запомните, крокодил, почему?